всем привет за последние пару недель поступает ко мне множество запросов в соцсетях да и лично тоже с одинаковой фразой дима когда все это уже закончится ну подразумевая естественно сегодняшнюю ситуацию с этим коронавирусом и как следствие так называемый карантин или самоизоляцию как хотите называйте ну я могу понять большинство сидят без дела без работы без возможности куда-то поехать поэтому я решил ответить всем сразу как я вижу эту ситуацию дело в том что никто из тех кто меня спрашивал не смотрит дальше одного шага тактическое мышление мне видится картина намного шире и дальше я никак не собирался освещать данную тему до декабря двадцатого года попозже объясню почему так как с декабря двадцатого именно будут заметны уже какие-то сдвиги изменения более картинно так сказать но в своих эфирах инстаграм например и я немного раскрывал эту тему и теперь решил поделиться ею с другой аудитории меня никто не спросил а что будет дальше ведь нефть ушла на уровень 99 года и никто не спрашивает а например давальвации рубля и других слабых валют у большинства вопрос один когда я выйду на работу пойду в ресторан ну что ж справедливо но стоит учитывать что все эти перехлёсты с нефтью например начались в начале марта а вирус уже бушевал несколько месяцев и лишь затронув весь основной мир также стал развиваться активно с марта месяца так вот я считаю что сам этот вирус эпидемия не более чем триггер сопутствующие обстоятельства побудившие заметить все остальное вирус каким бы опасным разноплановым не был все таки будет побежден так или иначе но какой урон будет нанесен экономики всего мира здесь не хотелось бы обсуждать какие-то конспирологические версии по поводу самого коронавируса тут речь совсем о другом как я и говорил еще несколько лет назад в некоторых интервью и даже в своих видеороликах двадцатый год перевернет жизнь каждого из нас а также целые народы и страны будут так сказать под этим действием изменений если так можно сказать под видео я дам ссылку на одно из своих интервью от девятнадцатого года почитайте потом а вообще удивляет восприятие некоторых и сопутствующие возгласы как это вы астрологи нумерологи всего этого не могли предвидеть ну это конечно безумно инфантильные претензии ведь астрологи и нумерологи это не пророки и не предсказатели это эти специалисты должны видите доносить до людей в прогнозе само качество года или нескольких лет то есть видеть картинками это пожалуйста к предсказателям но точно не к астрологам например вот к примеру в своем восточном гороскопе на двадцатый год крысы я действительно намекал пока сам в марте не не прочитала не послушал и грубо говоря не обалдел от своих же собственных метафор и намеков ну давайте представим допустим был бы не вирус а что-то другое не знаю астероид с диаметром 20 километров который дезориентировал бы полмира или например какой-то тайфун который разрушил бы там также половину мира или например вода вышедшая из берегов заливающие одну шестую часть суши то есть триггером могло быть все что угодно нам на данный момент выпал этот вирус вот будем с ним теперь жить ну от него так сказать отпрыгивать на работу вы обязательно выйдете не переживайте правда не все и не в один момент в каждой стране свой график выхода из карантина но сам факт и сам тектонический сдвиг уже пошел он неизбежен и сам факт этого тектонического сдвига мы будем наблюдать уже последующие пять лет но я бы назвал эту пятилетку великих потрясений пятилетка который потрясет мир действительно если говорить в частности о россии и прилежащих стран то прогноз до 25 года на самом деле не самый утешительный но зато с перспективой почему изначально я планировал делать такой долгоиграющий прогноз именно в декабре двадцатого года ведь известный астрологический маневр будет происходить скажем так 21 декабря двадцатого года сатурн соединиться с юпитером вот сейчас немножечко по астрологии такой популярной и это значит что все будет совсем по-другому вот я вам сейчас приведу цитату она мне очень понравилось итальянский врач и астролог пьетро дабану писал в трактате 1277 года цитирую согласование противоречий между медициной и философии благодаря соединению сатурна и юпитера в первых градусах овна случившегося около девятисот шестидесятого года до нашей эры весь земной мир изменился так что не только новые царства но и законы и пророки возникли в мире так произошло во время прихода на выходу на ссора моисея александр великого иисуса назарея магомета ну в общем то переведено на современный язык но суть не в этом а дело в том что вот такие вот соединения соединения сатурна с юпитером они это достаточно не частое явление их разделяют на несколько точнее на три цикла так называемый малый цикл продолжительностью порядка 20 лет плюс-минус копейки в это в этот период меняются знаки в которых происходит соединение вот кстати а у нас как раз на данный эпизод жизни будет меняться именно 20-летний цикл так как когда когда на предыдущий раз эти две планеты соединялись это было 28 мая 2000 года ну мы можем считать триггером некие политические ситуации политическую повестку того времени и именно в этот день наступила так сказать эпоха владимира путина до в россии то есть тот момент когда прошла инаугурация путина впервые как раз и вот это все произошло в начале соединения этих планет и в декабре этого года мы будем наблюдать завершение 20 с лишним лет этого цикла он называется в астрологии малый цикл есть еще средний цикл который меняется примерно каждые 240 лет здесь перезапускается сама стихия уже ну то есть тут я уж не буду углубляться в астрологию есть так называемый великий цикл его смена происходит примерно каждые 960 лет когда исчезают цивилизации рождаются новые разрушаются старые то есть это это очень глобальные вещи нам пока это не грозит мы попали в более динамичное временное пространство так называемый малый цикл соединение сатурной с юпитер с юпитером вообще как я вижу эту ситуацию но те кто со мной общается долго знают что особенно я начал об этом говорить уже так аккуратненько примерно с 2012 года а так как я очень пристально слежу за политической повесткой причем не только внутренней но и внешней то есть геополитикой геополитику наблюдаю и анализирую насколько это мне дано скажем тогда то есть политикой экономист из меня так себе но зато зная некоторые циклические эпизоды и свойства которыми они обладают можно проецировать именно на политику на жизнь этносов и целых стран здесь девятнадцатый год прошлый он оказался самым спокойным я имею ввиду по сравнению со следующими пятью годами до девятнадцатый год по завершающий год спокойствия так называемый стагнации или как тут в россии любят говорить стабильности и связано это с тем что когда в декабре сатурн соединится с юпитером он не пощадит никого кто являлся скажем так человеком из прошлого вот сейчас очень модно ностальгировать по советскому союзу и и пломбир какой вкусные травка зеленая была и люди были открыты и двери не закрывали в квартиры и так далее это конечно великолепно друзья но этому не суждено повториться в том смысле в котором вы это понимаете да то есть я как раз уверен что союз 20 так называемый будет сооружен если так можно сказать сконструирован ближе к концу двадцатых годов этого столетия но это совсем другой союз да я также уверен и многие меня могут смело закидывать тухлыми помидорами что часть тех стран которые ну скажем так сопредельные республики и страны которые бывшие снг снова воссоединяться с россией и здесь конечно не стоит думать о том что я являюсь жертвой какой-то боевой пропаганды с одной либо с другой стороны это вообще бесполезный номер мне есть чем думать на самом деле и на разного рода имперские амбиции меня конечно не распирает но то что видится с точки зрения нумерологических циклов ведической нумерологии и каббалистической именно таким образом по историческим опять-таки циклом все и будет происходить извините пожалуйста меня мои дорогие подписчики из украины мне часто задавали вопрос по поводу украины я не хотел лезть в чужую страну но постоянно мне задают этот вопрос но теперь мы на пороге тех самых изменений которые вы точно увидите я таки уверен что украина разделится примерно на три части и одна из них будет так или иначе имеет соприкосновение с россией но если уж не прямое то как общее экономическое пространство скажем так а также часть или большая часть казахстана беларусь и некоторые другие республики стран снг и даже советского союза это все начнет происходить после двадцать пятого года что будет происходить все таки до двадцать пятого года вот эта пятилетка нам для нас точнее сейчас более актуально и интересно так как эта пятилетка разрушения всего старого а следующая пятилетка с двадцать пятого там до тридцатого это становление становление всего нового как это будет в картинках пока не ясно а понятно лишь вот мне на данный момент что впоследствии и сверим сверим часы так сказать да посмотрим как это будет меняться именно в географическом плане с чем это связано дело в том что делая гороскопы правителей особенно вот россии сопредельных да вот те кто мне интересны я так понимаю что их не пощадит эта пятилетка неважно по какой причине будут падать в основном авторитарные режимы конечно и россии беларусь и казахстан а по какой причине по разным причин у кого-то здоровья кого-то снесут просто неважно каким образом это будет происходить дело в том что эти люди авторитарные лидеры люди старой старой формации и после 21 декабря 2020 года удерживать свою политическую конъюнктуру и людей за счет каких-то даже не знаю как сказать с поворотом головы в прошлое не получится то есть время не щадит никого здесь стоит конечно еще зацепить саму эру водолея которая стартанула таки в 21 веке но вы и сами это видите что такое эра водолея это интернет это компьютеры это кто был никем тот становится всем то есть внезапная известность технологии невозможность управлять народом через или людьми скажем так управлять какими-то сверх диктаторскими методами ну только что у нас пока северная корея на земном шаре остается таким эксклюзивом и немножко туркменистан но это все всему свое время как говорится вот но так называемые суверенной демократии какова была объявлена например у нас здесь в россии конечно это не ни единого шанса не имеет на прорыв после двадцатого года ни единого шанса потому что вся вот это вот путинские 20 лет и перед этим годы так сказать становления 90-е годы это не более чем топтание на месте то есть подергивая рычаги прошлого по сути вся советская номенклатура только на современный лад с мобильными телефонами и мерседесами но само устройство абсолютно идентично всему советскому периоду понимаете вот так это выглядит и 20 год почему вирус до вирус выше я уже привел примеры в результате чего могло бы это все разрушится в любом случае это все что повлияет на банковскую сферу на экономику в целом на изменение мировоззрения 90 процентов населения планеты понимаете то есть многие люди посидев дома очень много многое поймут и поизучают и как это будет работать неизвестно сколько этот вирус будет бушевать там пророчат и вторую волну и третью нам это уже будет не интересно так как будет найдено допустим вакцины она будет найденный вирус будет побежден так или иначе а вот то что он уже за предыдущие две недели вот сегодня сегодня у меня на календаре 18 апреля 2020 года за последние две-три недели невероятные разрушения в экономической и во многих странах уже и судя по всему политических сферах я думаю те кто следит за обстановкой в мире понимает о чем я говорю так вот авторитарные режимы и их лидеры должны упасть они должны обязательно упасть заметьте я не беру здесь украину потому что украина здесь тоже является своего рода триггером для всех остальных авторитарных режимов так как человек по имени зеленский я уверен что он недолго продержится если вообще свой срок досидит но он является человеком новой формации человека рожден 78 года это точно не авторитарный лидер не в плане его мировоззрения в том смысле что он рожден совершенно в иное время а он знает что такое технологии что такой бизнес деньги и так далее то есть все как ни крути будут ориентироваться на украину примерно то же самое будет происходить в этих странах кстати часто ранее я защищал например нападки так называемых ура патриотов на америку запад и так далее но теперь так или иначе косвенно я соглашусь по поводу падения этих империй для этого наверное нужно было делать отдельный большой гороскоп но честно говоря именно евросоюз который существует вот в этом соединении сатурна с юпитером похоже тоже подошел к своей финальной черте то есть так как я это чувствую будет разрушение разделения европы и опять-таки коронавирус стал внезапно триггером для этого хотя в принципе маленький триггер был например великобритания которая по brexit выходила уже из-за евросоюза но это было начало начал до скоро все случится друзья что еще тут хотел сказать по поводу америки тоже мне очень сложно делать гороскоп америки но мне интересен был гороскоп трампа и судя по всему даже если он вдруг переизберется вот на второй срок в ноябре этого года он там уже точно не досидит не знаю по какой причине может быть в результате непреодолимых обстоятельств и возраста например да но всякое может быть и это тоже для нас будет являться триггером как только меняется американский президент в течение двух ближайших лет это знает что это значит что а начинают разрушаться наши страны россия я имею до авторитарные режимы они страны конечно это россия это беларусь это казахстан вот беру вот эти три страны которые окружают россию ну и россии в том числе естественно когда говорят что первая пятилетка двадцатых годов это повтор 90-х в принципе можно согласиться но только что история второй раз если первый раз как там виде трагедии второй раз виде фарса да то есть я как раз думаю что это около 90-е годы особенно первые четыре с 20 по 24 более динамичное время более укомплектованное такое же лихое как и 90 то есть лихие 20 это как говорится хлебом не корми но обязательно надо увидеть не зря в своем восточном гороскопе я сказал такую фразу будем запасаться попкорном чтобы наблюдать давайте друзья наблюдать за этим всем я сейчас все равно еще говорю очень аккуратно и завалирована по той причине что все-таки в нашей стране статья уголовной 282 еще держится да поэтому я понимаю о чем я говорю и рисковать не буду поэтому я и собирался после декабря двадцатого года сделать большую выкладку по прогнозу россии например ну что ж раз триггер сработал раньше немножко приоткрывают завесу потому что об этих всех событиях разрушающих абсолютно старые системы координат я в курсе уже лет 28 когда то есть я просто не понимал каким образом зацепиться за эти параметры но я надеюсь я очень надеюсь что каждому из нас будет по-своему хорошо кто был не кем тут станет всем и наоборот времена не совсем справедливые грядут но нам их необходимо пройти мы ничего не можем сделать понимаете от слова совсем ничего никакие митинги предыдущих пяти-десяти лет бунты ничто бы не спасло и не подвинуло бы время так как все зашито во временных эпизодах пока мы не придем к определенному временному циклическому обороту мы не увидим эти перемены так что это не значит что нужно сидеть на месте ничего не делать нет но тем не менее как в том анекдоте ну чё ж вы так убиваетесь вы же так не убьетесь да вот именно по той причине переусердствовать тоже не стоит давайте будем просто наблюдать мне безумно интересно наблюдать и жить в эпоху перемен эти перемены мы будем помнить последующие очень много лет кто сколько протянет тот и это время будет об этом помнить то есть 90 были лихими но скучными а 20 будут крайне веселыми во всех смыслах этого слова но меня по-прежнему зовут дмитрий шумко обращайтесь за личной консультацией по дате рождения всем пока пишите комментарии ставьте лайки пока подождите подождите она а она 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 Продолжение следует...